Конечно, ты считаешь свой дом самым безопасным местом на земле, и это правильно, ведь именно здесь живут люди, которые очень любят тебя, мама и папа, бабушка и дедушка, брат или сестра, они заботятся о тебе и всегда придут на помощь. А все ли так безопасно в твоем доме? Давай вместе разберемся, какие неприятности могут произойти с тобой на кухне или в ванной комнате. Подумаем, почему мама запрещает себе брать лекарства без спроса, играть со спичками, приближаться к открытому окну, доставать иголки из ее коробки с рукоделиями. Обо всем сказано, мы и поразмышляем. Кухня – это помещение, где люди готовят пищу. Если продукты надо поджарить или сварить, используют плиту. Плиты бывают газовыми и электрическими. В первых, при включении начинает гореть огонь, вторые нагреваются незаметно. Следует помнить, что комфорки электроплит очень горячие. К кастрюлями сковорода, в которых только что готовилась еда, прикасаться опасно. Можно получить ожог. Также не стоит пить незнакомые жидкости. Можно отравиться и попасть в больницу. Что делать нельзя на кухне? Включать газовую плиту, брать нож без разрешения, дотрагиваться до горячих предметов, нюхать и пить незнакомые жидкости, прикасаться к осколкам посуды, пользоваться микроволновой печью самостоятельно. Что можно сделать? Помогать маме вытирать чашки, тарелки, раскладывать продукты по местам, накрывать на стол, мыть фрукты и овощи, перебирать крупы, убирать грязную посуду, наливать сок или воду. Если твоя мама несет горячую кастрюлю или чайник, отойди в сторону и не мешай ей. Мама может нечаянно пролить кипяток, и вы оба получите сильные ожоги. Горячую сковороду кастрюлю или чайник ставят на специальные подставки, чтобы не порудить мебель. Перед тем, как взять горячие предметы, например, противень из духового шкафа, взрослые всегда берут в руки прихватки, чтобы не обжечься. Противень – это металлический лист с закрутными краями, на котором в духовом шкафу готовят пищу, например, жарят мясо или выпекают булочки. Прихватка – это варежка или салфетка из ткани, которые берут горячие предметы, чтобы не обжечься. Комфорт – это круглое отверстие или диск кухонной плиты. В ванной комнате человек совершает различные гигиенические процедуры, например, принимает душ, чистит зубы дважды в день, моет руки после улицы. Здесь же хранятся и чистящие средства, их нельзя трогать, пить или есть, даже если шампунь или мыло вкусно пахнут. Выходя из ванны, нужно внимательно смотреть под ноги. На мокром полу можно поскользнуться и больно упасть. Что делать нельзя? Пробовать на вкус любые порошки и жидкости. Набирать полную ванну воды. Трогать бритву или другие острые предметы. Пользоваться электроприборами в ванной и становиться на мокрый пол. Ни в коем случае. Играть в ванной с резиновыми игрушками. Конечно, можно. Мыть руки перед едой после туалета или улицы. Омываться каждый день. Принимать душ или ванну. Становиться на коврик либо специальное полотенце. И чистить зубки два раза в день. Всегда проверяй температуру воды в ванне. Слишком горячей водой можно обжечься. А если будешь купаться в холодной воде, простудишься. На заметку, как правильно руки мыть. Люди используют электричество каждый день. Когда завтракают, умываются, смотрят телевизор. Многие приборы работают с помощью электричества. Это чайник, лампа, холодильник, даже лифт и трамваи. Что делать нельзя? Включать электроприборы в розетку самостоятельно. Засовывать в розетку любые предметы. Дотрагиваться до электроприборов мукрыми руками. Прикасаться к оголенным проводам. И играть вблизи линий электропередачи. Что можно делать? Попросить родителей включить нужный электроприбор в розетку. Рассказать взрослым о неработающей розетке или включенном утюге. Если какой-нибудь электрический прибор начал искрыть и шипеть, ни в коем случае его нельзя заливать водой. Не оставляй брызг без смотря домашних питомцев, таких как мышей, крыс, кроликов и хомяков. Выпускай их из клеток. Они могут перегрызть провода. Перед уходом из дома всегда проверяй, не работает ли обогреватель, стиральная машина или другие электроприборы. Все нужно выключить обязательно из сети. Вилка – это то, чем заканчивается шнур и у электроприборов. Именно эту часть взрослые вставляют в розетку, когда хотят включить телевизор, миксер или компьютер. Заглушка – это специальный предмет, который закрывает отверстия розетки. Удлинитель – это устройство, которое помогает подключить к сети электроприборы, отдаленные от розетки. Оголенный провод – это провод, который не спрятан в специальную защитную оболочку. Даже тот, кто внимательно следит за своим здоровьем, иногда тоже болеет. Поэтому важно, чтобы в каждом доме имелся набор лекарств. В аптечке обычно хранят средства для перевязки, обработки ран, спрей от ожогов. Дома непременно должен быть термометр, а также таблетки, которые следует принимать только при разрешении взрослых. Что делать нельзя? Брать без спроса лекарства. Принимать большое количество витаминов. Они могут вызвать аллергию, играть с ртутным термометром, самостоятельно пить любые микстуры и глотать незнакомые таблетки. Что можно делать? Принимать витамины по одной таблетке каждый день, только под присмотром родителей. Измерять температуру электронным термометром. Принимать те лекарства, которые дают именно родители. Аллергия – это повышенная чувствительность организма к какому-нибудь веществу. При аллергии у тебя могут появиться кашель, насморк или чихание, даже если ты не простужен. Аптечка – это коробка, в которой хранятся лекарства. Без огня человеку не обойтись. Древние люди грелись у костра и готовили на нем. Что? Еду, правильно. А где же в нашем доме прячется огонь? Конечно, он горит на газовой плите, либо в праздничном торте, в печи или камине. Люди приручили огонь, а чтобы не случилось беды, с ним надо обращаться очень-очень осторожно. Что делать нельзя? Играть со спичками или зажигалкой. Зажигать самостоятельно свечи или бенгальские огни. Класть рядом с горящей конфоркой полотенце или бумагу. Распылять освежитель воздуха рядом с огнем. Кричать в шутку пожар. Ни в коем случае нельзя. Что делать можно? Задувать свечки на именинном торте. Устраивать театр теней с помощью фонаря. Использовать фонарик для освещения. Звонить по телефону 112, если случился пожар. Тушить небольшой огонь водой. Предупреждать взрослых, если почувствовали запах дыма. При пожаре нельзя пользоваться лифтом. Он может застрять. Спускайся только по лестнице. Если случился пожар, пахнет газом, нарушен закон или понадобилась срочная медицинская помощь, набирай единый номер службы спасения 112. Один, два.